А вот кому к лабиринтам декларации все-таки придется привыкать, так это активистам антикоррупционных организаций. И не им одним, но и всем их подрядчикам и поставщикам. А также просто каждому, кто получил от активистов хоть какой-то ресурс, вплоть до канцелярских подарков или питания. Такие нормы закона действуют на сегодняшний день. И хотя политики не раз обещали их отменить, а все западные друзья Украины и в США, и в Евросоюзе настаивают, что активисты не могут быть субъектами декларирования, голосов на это решение Верховной Раде все-таки не нашлось. Вот почему не нашлось этих голосов и есть ли еще время для решения этой проблемы? Это первые вопросы для наших гостей. Алексей Гончаренко, замглавы фракции блока Петра Порошенко и Руслан Радецкий, экс-замглавы НАПК, сейчас на связи со студией нашей программы. Алексей, давайте начнем с вас. Так что там с декларациями антикоррупционных активистов? Должны заполнять, как и все остальные субъекты декларирования? И, ну вот, представим ситуацию, что не заполнят. Их ждет уголовная ответственность тогда? Или все-таки депутаты могут в ближайшее время отсрочить или вообще отменить эту норму? Добрый вечер. К сожалению, парламент на последней сессионной неделе не смог принять законопроект, который бы позволил, как наша фракция уже достаточно давно предложила и настаивала на этом, и мы голосовали. К сожалению, не набралась голосовка за законопроект, который бы позволил хотя бы отсрочить до 1 июля этот вопрос, а за это время уже изменить законодательство, в тем, чтобы большей части активистов не нужно было ничего декларировать, но парламент не проголосовал, соответственно, 1 апреля приближается. Это не только у нас юморина, я сейчас из Одессы включаюсь, наш любимый праздник, но это день, когда все должны до этого дня подать свои декларации. И теперь активисты не исключение, они обязаны подать декларацию. За неподачу уголовной ответственности нет, а вот за подачу недостоверных данных есть уголовная ответственность. Алексей, ну тут я бы вам хотел напомнить, что вы играете в эти декларационные игры не только с нашими антикоррупционными активистами. Вы играете в них еще и с Западом. Западные политики и дипломаты не раз просили Украину отменить эти нормы. Вот если отмена не произойдет, или она будет отсрочена еще на какой-то неопределенный срок, а не так, как вы говорите, вы представляете, какой может быть реакция с Западом? Ну есть еще и решение Венецианской комиссии, которая также достаточно четко говорит. Реакция Запада, знаете, наверное, все-таки не самое главное, что должно нас волновать. Нас больше всего должна волновать борьба с коррупцией внутри страны. И я не думаю, что как раз общественные активисты это те, чьи декларации мы должны проверить в первую очередь. У нас масса людей, которые никогда нигде не работая, декларируют сегодня миллионы долларов, кэшем какие-то беговые дорожки, коллекции картин, етаганов и прочего, и прочего. И их проверять нужно в первую очередь, а уж не общественных активистов. Однако, к сожалению, Верховная Рада не приняла этот закон. До 1 апреля заседаний больше не будет. Нет, соответственно, все, собственно говоря, произошло. То есть уже необходимо активистам общественным декларироваться и готовить эти декларации. Спасибо. Ну а кто их будет проверять в дальнейшем, мы поговорим уже с Русланом. Руслан, скажите, пожалуйста, чего на следующей неделе ждать по главе агентства? Срок полномочий Корчак истекает, она уже точно уйдет со своей должности? Или мы можем допустить, что она может остаться, ну, например, в статусе исполняющей обязанности? У нас многие чиновники в этом статусе зависают чуть ли не на годы. Добрый вечер. Відповідно до законодавства, то пані Корчак має залишити посаду головы и быть обычным членом НЗК. Но мы можем предвидеть такую ситуацию, когда будет разыгрываться, что ее не сможут переобрать, або не решить вопрос о кандидатурах новой членов на голову НЗК. Мы знаем, что начали три новой членов НЗК, которые также выявляют и выявляют желание осуществить национальное агентство. Есть четвертый член НЗК, Скопич, который также в долгий час проявлял желание быть членом НЗК. Поэтому я думаю, что эта конкуренция присутствует до того, что, возможно, Корчак залишится на этой посаде, або они могут обрати заступника головы, который может выполнить обязанности, а Корчак будет обычным членом национального агентства. А что с активистами антикоррупционными? Они будут подавать декларации, как вы считаете? Или все-таки у них есть какой-то люфт законодательный, чтобы потом, возможно, задним числом, как у нас пенсии, например, любят повышать пенсионерам, могут отменить эту норму, а в их обязательном декларировании? Мы стали свидетелями гри, которые, наверное, должны сказывать антикоррупционным активистам подачу электронных деклараций. Но, как всегда, дотянули до конца, год прошел, никто ничего не проявлял, никакой инициативы. Для того, чтобы раньше это вопрос решить, дотянули до последнего часа и не проголосовали. Но, соответственно, данные особи являются субъектами подачи электронных деклараций и должны до 1 квитня подать всю информацию в декларации по своей майновой статке. Ну, что тут можно сказать? Было бы желание, называется. Уж за год-то точно этот вопрос можно было решить. Но спасибо и за эти ответы. Алексей Гончаренко, замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» и Руслан Радецкий, замглавы НПК, были на связи со студией подробностей недели. Продолжение следует...